Здарова, геймеры! С вами Дэдпи47 и сегодня мы поговорим про самый большой слив в истории всех сливов, а именно слив нового Иксбокса за год до его анонса. Да, вы правильно поняли, буквально час назад было слито огромное количество документации по новому Иксбоксу, по новому контроллеру, по планам Майкрософта и даже по играм, которые они собираются или собирались выпустить. Например, ремастер третьего Фоллаута или новый Дум, но сначала нам нужно поговорить о том, из-за кого произошла данная утечка. Окей, вы помните ребят из FTC, Федеральной торговой службы США, которых буквально пару месяцев назад Майкрософт возили лицом по столу судьи? Ну те, ну те самые, которые должны защищать обычно потребители, но почему-то защищали Сони и были максимально против сделки по покупке Activision Blizzard. Так вот, как вы помните, во время этого разбирательства FTC и судье было предоставлено огромное количество сверхсекретных документов Майкрософта, особенно касательно планов Иксбокса на будущее лет 10. Это может быть всё что угодно, от анонсов, которые произойдут через год, до игр, которые находятся в разработке и являются суперсекретными. Новых консолей, новых прототипов. И догадайтесь, что FTC сделали спустя два месяца с этими документами. Они их просто слили, просто случайно, знаете, кто-то ключ забыл закрыть, и внезапно документы просто вывалились в интернет и стали доступны всем. Никто не знает, была это безалаберность или просто FTC решили отомстить Майкрософт за их позор, но тем не менее, имеем то, что имеем. Самое важное это то, что недавно Фила Спенсера спрашивали, ожидается ли от Майкрософта аналог PlayStation 5 Pro, более мощный Иксбокс. На что он ответил, что этого банально не требуется, потому что у них есть Series X и Series S, зачем им что-то ещё? И в принципе это казалось правдой, потому что новый Иксбокс, проект Бруклина, это буквально обновление Xbox Series X. И анонс этой консоли был назначен примерно на следующий июнь, а выйти она должна была бы следующей осенью. Собственно, что у нас изменилось? По мощности всё абсолютно то же самое, и главные изменения это то, что это будет не квадратный Иксбокс Series X, а круглый Иксбокс Series X, больше похоже на пепельницу. Но самое главное это то, что у него не будет дисковода, то есть Иксбокс полностью уходит в All Digital, без каких-либо дисков и физических носителей. И если честно, меня пугает это, я не покупаю себе физические копии, но знаю, что для многих это очень важно. И когда даже старшая консоль лишается дисковода, это несколько напрягает. Не знаю, напишите в комментариях, готовы ли вы к будущему, в котором мы все используем исключительно электронные копии игр. Консоль будет обладать SSD на 2 ТБ вместо 1, будет потреблять меньше энергии, особенно в спящем режиме, и при этом будет производиться из материалов, которые более экологичны. Но также очень важен контроллер, и если вы вспомните, Фил Спенсер говорил, что да, ему очень понравился DualSense, он хотел бы что-то подобное. И они сделали что-то подобное. Новый контроллер Иксбокса Sebel, который будет обладать теми самыми функциями, которые есть у DualSense. Будут те самые тактильные ощущения и вибрация, плюс он будет издавать звуки, и также будут более тихие кнопки, чем раньше. При этом он будет подставляться с аккумулятором, который можно будет заменить при необходимости. И вот такая вот новая консоль с таким вот новым контроллером полностью заменит Xbox Series X и будет продаваться по той же самой цене 499 долларов. Опять же, никакого увеличения мощности, это просто рефреш-дизайн и убирание дисковода с добавлением каких-то новых приколов. Но вот что действительно интересно, потому что документ реально огромный, мы рассмотрим очень большую его часть. То, что также в этом документе присутствует новая модель Xbox Series S на 1 ТБ, которая называется проект Elliewood. И по сути это Xbox Series S на 1 ТБ, который нам уже анонсировали, который уже по-моему вышел, я точно не помню, это тот самый чёрный Xbox Series S. Что говорит нам о том, что планы несколько поменялись со времён, когда этот документ был собран воедино. Более того, в этом документе очень много потешных вещей, как они пытаются презентовать Xbox Series X новой модели со стороны потребителя. Я не знаю, то ли это реальные цитаты каких-то игроков, которых они опрашивали, то ли это цитаты, которые придумали маркетологи. Мне так нравятся эти новые опции в плане хранилища и свежий внешний вид Xbox Series X. Но настоящий хайлайт это новый контроллер, крутая новая вибрация, перезаряжаемая батарея, я могу подключать его напрямую к облаку. Xbox сделал покупку игр в электродном формате простой и доступной, прямо как диски. Плюс я могу играть в эти игры на нескольких девайсах, которые я уже имею. Я совсем не скучаю по своему диск драйву, я чувствую, как будто Xbox по-настоящему понимает меня и даёт мне кучу опций, путей к кастомизации и советов по персонализации. Для меня очень важно, что компании, которые я поддерживаю, серьёзно относятся к внешней среде. Xbox это делает. Нет, теперь я прекрасно понимаю, почему Microsoft так не понравилось, что всё это слили и почему всё это было секретно. Ну, как минимум, потому что это буквально то, как люди себе представляют корпоративных начальников, которые пытаются понять, как работает ум обычного обывателя. Я прекрасно понимаю, что внешняя среда это важно, да, то есть надо как-то беречь экологию. Но это не то, о чём думают геймеры, как правило, большую часть времени. Они думают о том, чтобы игры хорошие выходили, FPS был высокий. И мне кажется, что вся эта идея с тем, что «О, я совсем не скучаю по своему дисководу», если честно, должна давать хоть какую-то опцию по покупке, допустим, внешнего дисковода или типа того. Потому что полный уход в электронный формат, по-моему, пока что рановато, если честно. Как по мне, наличие игр на твою платформу в магазине, это тоже своего рода маркетинг. Когда человек будет заходить, он будет видеть кучу игр на PlayStation 5, кучу игр на Nintendo Switch. И если там не будет игр для Xbox, он просто даже не подумает об этой платформе. Но опять же, учитывая, насколько это устаревший документ, мы полноценно не знаем, какой эта консоль выйдет в итоге. Поэтому нужно просто ждать того, что Microsoft скажут сами. А скажут они это, скорее всего, не скоро, потому что, я так думаю, они будут просто игнорировать эти сливы. А вот что мы точно не можем игнорировать, это планы Microsoft на следующее поколение в плане инновации своей следующей консоли, которая должна выйти в 2028 году. Информации пока что не так много, но, во-первых, это будет гибридная платформа, которая будет объединять то, что есть на стороне клиента, и также силу облака. Таким образом, Microsoft хочет выйти за границы возможностей, которые ограничены на данный момент просто железом, который есть у клиента. Насколько я понимаю, это продолжение технологий, которые были сделаны для Microsoft Flight Simulator, а именно когда вы летите на своем самолете, земля снизу прогружается, используя облачные технологии. То есть ваш Xbox или ваш ПК не справился бы с тем, чтобы сделать действительно копию настоящего мира и прям летать по нему. Это все делается действительно с помощью облака. Такие игры Microsoft называет гибридными, и говорит, что это главная инновация их следующего поколения, наравне с xCloud в этом поколении и геймпасом в предыдущем. Microsoft уверена, что уже к следующему поколению технологии и интернет разовьются настолько, что все это будет возможно, и будет на самом деле интересно посмотреть на все это. Но я надеюсь, что в этом мире будущего все-таки останется место для обычных стандартных игр, которые работают чисто на моем железе и не требуют интернета. Но потом мы доходим до момента, в котором Microsoft объясняет, как искусственный интеллект будет использоваться на платформе. И вот здесь самое интересное. Во-первых, это суперрезолюшены и все прочие функции, которые призваны поддерживать хорошую производительность игры. По сути, они верят в то, что технологии апскейла будут развиваться и дальше, и будут давать еще больше возможностей для того, чтобы делать еще более иммерсивные игры. Также искусственный интеллект будет использоваться в матчмейкинге. Но вот тут мы доходим до самого интересного. Это создание игры, как искусственный интеллект с ними может помогать. Искусственный интеллект можно заставить тестировать игры вместо человека. И, насколько мы понимаем, это будет намного быстрее, удобнее и выгоднее. Ну, выгоднее, потому что можно будет просто уволить всех гейм-тестеров, и эта профессия станет никому не нужна. Что мне не очень на самом деле нравится. Так что тут говорится про процедурную генерацию контента, физику и кинематику, и генерацию диалогов. Однако заметьте, что все, что помечено зеленым, это проекты, которые уже находятся в производстве. То, что помечено желтым, это то, что пока что исследуется. Интересно, что один из пунктов касается xCloud, облачного гейминга Xbox, и они хотят с помощью искусственного интеллекта компенсировать задержку. Вот это я бы посмотрел. И это все, что мы знаем насчет планов касательно нового Xbox, который выйдет в 2028 году. Но уже понятно, что все это будет очень облачное, искусственное, интеллектное, и, если честно, меня это опять же пугает, но, возможно, через 5 лет мы будем жить в совершенно другом мире. Я надеюсь, что мы будем хотя бы жить. Но пойдем дальше. Вот схема Xbox гейминга, какой он есть сейчас. Они хотят показать, что есть огромное количество разных платформ, и с ними используются одни и те же аксессуары. Это обычный контроллер, элитный контроллер и наушники. А затем они показывают схему того, что будет в дальнейшем. И здесь у нас появляются, во-первых, облачные устройства, а во-вторых, портативные устройства. И пока что не ясно, что это за портативное устройство. Либо Microsoft разрабатывает что-то свое, чтобы можно было играть в Game Pass, либо это тот самый проект портативного игрового Windows, который должен выйти для устройств вроде Aya Neo, Rogue Li и так далее, которые базируются сейчас на Windows 11. И вот это уже действительно интересно. Как мы видим, к аксессуарам добавляются одноручный контроллер, мобильный контроллер, премиум геймпад, и также официальная клавиатура и мышь, что на самом деле я только поддерживаю. То есть в принципе Microsoft следует своим планам, чтобы Xbox Game Pass, экосистема Xbox была везде, где только можно, куда они могут дотянуться. И своими контроллерами они будут пытаться заполонить весь рынок, чтобы вы знали, что с любым устройством, на котором вы хотите поиграть, будет совместим ваш Xbox контроллер. Ну или какая-то вариация Xbox контроллера, мне до сих пор интересно, что такое одноручный контроллер, как это вообще в принципе может работать. Ну и как стратегия пути до 2030 года Xbox указано, что консоль всё ещё остаётся с новой компанией. Это ключевой фактор, это основная аудитория, основная часть подписчиков, ну и в принципе вы понимаете. Но также они хотят дойти до 100 миллионов подписчиков Xbox Game Pass, используя все доступные средства, то есть мобильные телефоны, облачный гейминг и так далее. Ну и благодаря этому мы, пекари, можем играть в первый день в игры Майкрософта, что весьма приятно. Контроллер становится героем. Новый Xbox контроллер это единственная вещь, которая нужна вам, чтобы играть на любом девайсе. Этот низкий барьер входа должен увеличить рост подписчиков. Персонализация и кастомизация, если честно, не совсем понимаю, что это значит, но слова довольно приятные. Ну и опять пункт про экологию, давайте пойдём дальше. Вот схема, как Майкрософт думает будет делиться их игровой рынок в ближайшие несколько лет. И Ген 10 это, если что, следующее поколение. И они верят, что облачный гейминг будет больше, чем ПК гейминг. Точнее, что будет больше подписчиков геймпасса на мобильных телефонах и смарт-ТВ, чем подписчиков геймпасса на ПК. В принципе, в это пока что очень тяжело вериться. Но посмотрим, действительно ли облако является следующей большей штукой, или она просто умрёт, и все поймут, что облако это просто бесполезная хрень. Окей, ладно, теперь давайте поговорим про планы игр Bethesda, которые были слиты в интернет, и это ещё более интересная тема. Окей, стоит заметить, что всё тут поделёно не на обычные года, а на финансовые, которые идут немножко по-другому. И учитывая, что на 21 финансовый год планировался Starfield, эээ, да, это довольно старый список, скорее всего ещё 2020 года. Судя по всему, это список, который Майкрософту предоставили ZeniMax, когда Майкрософт занимались покупкой Bethesda. И здесь очень-очень-очень много всего. То есть мы видим Redfall, Ghostwire Tokyo, Fallout 76 и другие вещи, которые, в принципе, и так были известны. Но также здесь много проектов, которые названы. Проект Ubu, проект Wanderer, и мы не совсем понимаем, что это вообще такое. Особенно проект Platinum, который должен был выйти в 2023 году. Также мы видим, что игра про Индиану Джонса должна была выйти в 2022 финансовом году. А вместе с ним Oblivion Remastered. Вот это уже интересно. А если мы посмотрим на 2023 финансовый год, то впервые увидим Doom Year Zero и также DLC к нему. И некий проект Кестрела, которому мы практически ничего не знаем. И учитывая, как давно мы ничего не слышали от id Software, вполне возможно, что вот конкретно касательно Doom, он не сильно передвинулся. Посмотрев на 2024 финансовый год, мы видим The Elder Scrolls 6 и понимаем, что да, это очень устаревший список, потому что нет шансов, что эта игра выйдет в 2024 или 2025 году. Также мы видим здесь Fallout 3 Remastered, Dishonored 3, Doom Year Zero DLC, и уже стандартный экспэншн для Elder Scrolls Online. Что можно сказать? Как по мне, всё это выглядит, как просто попытка продать свою компанию и накидать как можно больше разных проектов, которые, возможно, даже на самом деле никогда и не выйдут. Не, конечно, мне очень хочется ремастер Fallout 3 и Oblivion, это было бы замечательно. Но давайте будем честны, мы не дождёмся Dishonored 3, тем более Elder Scrolls 6 и прочего-прочего-прочего, и нам повезёт, если мы получим ремастер Oblivion, и то это будет не скоро. Но вот Doom Year One, это на самом деле самый интересный проект, потому что это действительно интересное имя, под которым эта игра вполне может выйти. То есть можно, конечно, кричать там про Dishonored, 3 или что-то подобное, но вот у этой игры уже есть подзаголовок, и это интересно. По крайней мере, как мне кажется, этот список интересен тем, насколько действительно планы разработки и планы по выпуску игр постоянно сдвигаются, переносятся и так далее. То, что в 2020 году казалось достижимым, по итогу оказывается очень передвинутым на несколько лет вперёд. Но самое важное и с какой-то стороны печальное здесь, это то, что огромное количество потенциальных будущих сюрпризов Microsoft'а на различных презентациях было просто слито в трубу. Мы уже знаем, чего ждать, и это сродни тому, что ты увидел заранее вот этот новогодний подарок, и родители хотели тебе сделать сюрприз, и это так неудобно и некрасиво, как мне кажется. Хотя, опять же, с 2020 года могло очень многое измениться, этот список нужен был, чтобы продать свою компанию подороже, многие из этих проектов, скорее всего, уже давно отменены, скорее всего, на их месте появилось много новых проектов, о которых мы ещё не знаем, AMD и Bethesda это всего одна из многих компаний, которые принадлежат Microsoft'у. Если подытожить всё вышесказанное, то что мы знаем? Мы знаем, что у нас будет много новых игр, мы знаем, что будет следующее поколение консоли, оно будет крайне необычным, и также мы знаем, что Microsoft планирует полностью отказаться от дисков уже в этом поколении, то есть они какое-то время ещё будут продаваться и печататься, но в дальнейшем от них планируют избавиться полностью. Мы знаем, что делается большая ставка на гибридные технологии с облаком и искусственным интеллектом в будущем поколении, что пока что несколько пугает, если честно, и мы знаем, что FTC теперь будут в полной заднице, и адвокаты Microsoft'а уже выехали на вызов. Но это всё-таки, да, самая большая утечка в игровой индустрии, которая когда-либо происходила, и мы сейчас собрали только самые сливки из многостраничных документов с ещё кучей картинок, которые сейчас все листают, пытаются найти что-то ещё интересное. Поэтому, если хотите быть в курсе актуальной информации на этот счёт, то залетайте в мою телегу по ссылке в описании. А на этом, в принципе, всё. Ждём новой информации, заявлений Microsoft'а и так далее. Так что буду благодарен, если поставите лайк, подпишитесь на канал, и также можете чекнуть мой обзор на Starfield, и видео про настоящий 4К-гейминг на 4090 и 13900К, которые я попробовал, и которые мне не понравились. Они у вас на экране, можете жамкнуть прямо сейчас. А на этом всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok